Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 27 том, вопрос 3934. Что же нас ждет в ближайшее время? Не накроет ли нас волна насилия со стороны мусульман, как в Европе? Отвечает Игнатий Тихон Челапкин. Судя по нашим делам, иного не приходится ждать. Слово «ислам» можно перевести по-разному. Но почему-то в наше время часть всего слышится лишь один его перевод – «Мир». С экранов телевизоров, со страниц газет ученые-бородатые мужи и политкорректные политические деятели пытаются внушить нам, что ислам ничуть не хуже христианства, что он несет мир странам и народам, а портит его имидж лишь кучка распаявшихся бандитов-изращенцев, которые деударились в ересь. Вы не смотрите на них, они маргиналы, говорят нам, смотрите на большинство мусульман. И мы смотрим, и видим улицы, полные беснующихся от какой-то животной радости народа, отмечающего гибель трех тысяч мирных жителей, погребенных под завалами небоскребов в Нью-Йорке. Мы видим непрекращающуюся бойню в Ираке, когда шииты взрывают суннитов и наоборот, причем по какой-то извращенной логике обвиняют в этом всем американцев. Мол, это они виноваты, уйдут, и мы тотчас переставим друг друга убивать. Мы включаем телевизор и видим озверевшие толпы, штурмующие детские, датские, а под шумок и другие западные посольства, оскорбленные карикатурами на своего пророка. Можно сколь угодно теперь кричать о том, насколько это было уместно, этично, но стоит признать, вера многих европейцев в мирную сущность ислама оказалась тогда значительно подорвана. Поэтому гневная реакция на цитирование Папы Львским отрывка из средневекового трактата уже не показалась столь удивительной. Что же еще мы видим? Сказать честно, и в глазах рябит уже от этого мирного калейдоскопа, полыхающего пригороды французских городов, призывы к джихаду в мечетях, находящихся в самом центре Европы, оставляющие насиженные веками места европейцы, бегущие туда, где мусульман еще не так много. Марсель в этом отношении уже стал притчей во языцах. И таких Марселей в Европе сотни. Почему шведы, живущие в столь гомских районах Ренкебю и Тексте, ищут любую возможность, чтобы продать за бесценок свои родовые гнезда и уехать оттуда, а оставшиеся по вечерам предпочитают сидеть дома? Почему количество действующих мечетей в Антверпене стремительно догоняет количество действующих церквей? Почему в центре Лондона исламисты безнаказанно разгуливают с транспарантами, на которых черным по белым написано «Европа, извлеки уроки из 11 сентября». Убейте тех, кто высмеивает ислам. Европа, ты еще заплатишь. Разве так ведут себя последователи действительно мирной религии? Обратимся к истории. С момента появления на свет ислам был религией войны, благословляя тех, кто убивал во имя Аллаха и расширял огнем мечом сферу влияния новой религии. И в этом заключается первое принципиальное отличие ислама от христианства, которое суть истинной веры, несущей мир. От мусульман приходилось слышать упреки в крестовых походах, инквизиции и прочих, не самых, прямо скажем, приятных делах, в которых оказались замешаны христианская церковь. Но извольте, сравните то, чему учил Иисус и чему учил Мухаммед. «Сраждайтесь с теми, кто не верит в Аллаха». Цитата из Корана. «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то удар мечом по шее. И сражайся с ними, пока не будет больше искушений, и вся религия будет принадлежать Аллаху». И сказали иудеи, «Узайр – сын Аллаха». И сказали христиане, «Мессия – сын Аллаха». Эти слова в их устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах, до чего они отвращены. И не слабейте в поисках этих людей. Список, замечу, далеко не полный. Считаю, что весь Коран насквозь пропитан духом злобы и ненависти по отношению к инакомыслящим. Современный мир делится мусульманами на две части – область войны, ибо область мира. Нетрудно предположить, что область мира является та его частью, над которой уже трепещут зеленые флаги победителей. Границы области войны не являются статичными, ведь ислам ведет войну до победного конца, где победитель предполагается только один. И вот Европа – 21 век. Нас становится все меньше. Мы перестаем рожать детей. Мы живем дольше. Наша пенсионная система работает на износ. Мы начинаем искать легких путей. Открываем двери перед дешевой рабочей силой. Не забдумываясь о том, что открываем ее врагу. Посмотрите, откуда идут в Европу основные потоки рабочей силы этих новых европейцев. Из Украины, Беларуси, России, страны, населения которых разделяют те же самые ценности, что и большинство европейцев? Нет. Правильный ответ. Алжир, Марокко, Турция и другие исламские страны. Страны, ценности населения которых чужды и неприемлемы большинству европейцев. Парадокс, но истово ненавидящие западный мир мусульмане не отказываются от заманчивого предложения. Более того, перевозят на территорию врага также и своих многочисленных родственников, укрепляясь и окапываясь по периметру, вгрызая в занятые плацдаром и укрепляя свои позиции. Они уже не уйдут отсюда. Они останутся здесь до победы, держась только за своих, не смешиваясь с каферами, ведя отчаянную демографическую войну с сатанинскими полчищами неверно. И ведь получается у них, все знающие и недооцениваемые нами статистика холодным и жестким языком голых цифр, безапелляционно говорит нам. К 2050 году число коленных жителей стран Западной Европы будет составлять лишь в лучшем случае половину населения региона. Кто будет составлять другую половину? Вопрос риторический. И тогда однажды утром они встанут и дружными рядами потянутся к избирательным уровням бородатые мужчины и женщины в хиджабах. Для женщин это будет последняя возможность выразить свою политическую волю, принести себя в жертву победе. Потому что на следующий день, когда будут оглашены результаты последних демократических выборов, им останется участвовать в политических баталиях лишь в гаремах своих мужей. А что же мы? А мы, дорогие мои, свой выбор же сделали. Никто нас не заставлял отказываться от своего Бога и посвящать всю жизнь углаженные своей ненасытной плоти. Никто силы не заставлял отказываться рожать детей, тем более не стерилизовал. Бог дал нам свободную волю, и мы ей воспользовались. Мы сделали свой выбор, но духовный мир не тепет пустоты. Вместо Бога будет Аллах, миру мир. Перестовые походы Средневековья и современные беспорядки исламских странах, Турция, Марокко, Палестина, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, Нигерия, Ливия, Саудовская Аравия, Сомалия, Сирия и другие, представители мусульманские общины стали поджигать христианские храмы, крушить магазины и гостиницы. В окрестностях Майду-Гури беспорядки продолжались и в воскресенье. Полиция сообщила об аресте 144 участников беспорядков, которые были вооружены опасным оружием, ножами, заточками, железными цепями, а также канистрами с бензином, с помощью которых они поджигали церкви. Известно, что в ходе беспорядков была сожжена 31 церковь. Среди жертв в субботних выступлений мусульман трое детей и католический священник отец Майкл, которого сожгли внутри собственного дома. По данным полиции, в результате вспышленных беспорядков, по меньшей мере 15 человек погибли и были сожжены 10 церквей. Несколько гостиниц, свыше 20 магазинов и около десятка автомобилей. Толпы разъяренных нигерийцев, нигерийских мусульман избивали до смерти и сжигали заживо иноверцев, сообщило агентство Associated Press. Большинство погибших были христианами, демонстранты забивали их до смерти, сказал очевидец. В Нигерии исламисты, протестуя против карикатур, сжигали христиан заживо. Ссылка на сайт. Толпы разгневанных исламистов атаковали в пятницу здание посольства Дании в Индонезии. Около 300 членов радикальных исламистских организаций «Фронт защитников», «Ислама» и «Совет индонезийских маджахедов» с криками «Аллаха в Велик» ворвались в фойе небоскреба и на 25 этаже которого находилось датское посольство, где разбили лампы и мебель. Дальше первого этажа манифестантам пробраться не удалось, поэтому фасад здания они забросали тухлыми яйцами и помидорами. Ссылка на сайт. Риан.ру Еще по пяти килограммов золота получит тот, кто убьет военнослужащих Дании, Германии или Норвегии. Ссылка на сайт newsru.com Псалом 77, 34-37 стих Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и воспоминали, что Бог их прибежит, и Бог Всевышний, Избавитель их, и льстили ему устами своими, языком своими гаде перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Стихотворение Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта на зло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем нам совсем. Стремилась ввысь душа твоя, родившись вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкли к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь, на колкости гораст. И если видел смерти врага ещё при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько. Есть повод веселиться, ведь, может быть, в начальника душа твоя вселится. Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастёшь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячи лет, пока помрёшь. Досадно попугаем жить. Гадюкой с длинным веком Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Так кто есть кто, так кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от гены хромосом. Быть может быть, тот облезлый кот был раньше негодяем, А этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы. Владимир Семёнович Высоцкий, 1969 год Примечание Иногда напишешь песню, и вдруг видишь, сам ведёшь себя несоответственно. Вот, например, после того, как я написал балладу о переселении душ, Стал приглядываться к собакам, думаю, а вдруг это какой-нибудь бродячий музыкант раньше был? Или там кошек каких-нибудь видишь, и думаешь, что это какие-нибудь дамы раньше были определённые. И уже с ними ведёшь себя по-другому. Владимир Семёнович Высоцкий Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!